всем привет я антон заньковский и сегодня я буду вспоминать интересные моменты своей карьеры закрыли совет разложил другой стороны чтобы не полить что за фотки вижу впервые и надеюсь сейчас получится что-то интересное первая фотография моя в крыльях еще даже не в крыльях я тогда даже не представлял себя в принципе в крыльях подписание контракта с крыльями было в отеле в москве где-то смешанные эмоции были первый переход в топ-клуб ну да в топ-клуб планы пускай это будет так в клуб рпл очень хотел перейти так получилось было сильно сильная команда с хорошими футболистами в крыльях и на тот момент тот же там сергей корнеленко рыжиков и много-много еще ребят тогда были которые мне помогли адаптироваться сразу же я прям с первых на раз первого сбора в абу-даби мы тогда были и прям влился в команду и мы тогда как раз вместе с тимоха еще пришли и хорошо общались как раз-то именно в крыльях приятное время и я тогда был я помню очень очень рад и до этого и сейчас команда с истории было приятно попасть в такую команду и хотел оставить частичку себя в ней ну так получилось следующее ну это я тоже помню фотографию это мой дебют закрыли был в матче с локом меня когда выпустили первое мое касание было я попытался то ли выбить другая ты как в землю воткнулся ногой все наверное потом жаль игры вот прям первый пас я только вышел этом поздали я пытался посадать ковырнул на полтора метра короче мяч укатился на у меня отобрали понятное дело я там крота короче скопал и все но и после этого ржали говорят прикольно пас отдал первый вот это вот это было самое смешное с этой игры ну а так просто вышел еще не понимал грубо говоря где и чем доделать потому что мы времени мало было и такая игра интересная была с таким суперником блин самый самый классный момент наверно закрыли было несколько я думаю они еще здесь будут другие потом расскажу но угол рубину после которого 4 3 3 и все выложили мой этот гол и все писали пушка зенковского правда почему-то феннел только были такие еще пару голов ну вот пример лиги не было еще кроме этого но наверно самое радостное событие тех того времени как я забил этот гол вообще все просто писали все кто можно это вообще супер было впечатление были нереальные притом этот гол еще признали по моему но не по-моему а голом всего чемпионата лучшим или самым красивым там как он будет поэтому еще вдвойне приятно за это еще бы статуэтку какую-нибудь вручили было тоже круто но тогда еще ничего не вручали поэтому ничего страшного это просто не знаю как ты решил когда-то вчера на моем просто как это называется милирование или что да какую-то часть волос просто кусочками покрасил но это грубо говоря фигня была но понравилось а потом решил полностью покраситься вот видите чуть-чуть осталось скоро-то уж покрашусь чуть-чуть ну просто прикольно изменить имидж как-то пока еще есть такая возможность хотя я думал что вот там в 30 или 35 я уже такого не сделаю а серёжа рыжиков показывал всем что можно покраситься и в 40 в 39 тогда покрасился поэтому может быть я тоже покрасить 30 лет 2019 год ну да у нас то тяжелый период был мы не очень играли и еще и в кубке тогда вот вылетели получается торпеда и вот я дал красный помню майку кому-то в крыльях в принципе очень сильно болеют за клуб сильно переживают за клуб это даже больше чем болеют просто все переживают весь город это приятно но и это ответственность конечно и когда клуб проходит такого типа вот фнл вылетает конечно болельщикам неприятно или там когда какие-то череда неудач идет плохие матчи и за этим следует какой-то вылет фнл то конечно многие недовольны но блин самаре очень крутые болельщики они всегда крылья поддерживали но даже в тяжелые периоды за это им огромное спасибо и пускай чаще и больше народу приходит как можно на стадионы на матчи смотрят везде поддерживают в крыльях крутая атмосфера в этом плане болельщики молодцы у нас кстати я недавно об этом вспоминал был блин может быть когда нибудь мы еще туда съездим потому что недавно мне типа вот этой фотки гляньте в телефоне попадалось я вспомнил и сразу приятные эмоции появились но как-то вот так ощущение такие теплые не знаю почему но мы туда поехали слова полу яхтовым и еще помню это было ли мы вдвоем были вам вдвоем были ребята вообще очень крутые от них блин так зарядились энергии тогда там дети были вообще прям такие добрые всегда там игрались мы с ними еще успели там посидеть и поболтаться кто-то там на мне сидел несколько человек и вот игрух надо бы еще это посетить их я надеюсь что у нас получится сделать это легендарный момент в нашей в наших карьерах вот это один из тех моментов моментов вот именно с вот этой фоткой вот это как раз такие самые приятные моменты когда ты что-то выигрываешь достигаешь каких-то высот и получилось тогда мы вылетели фанель но собрали супер боевой состав очень крутую команду что мы сейчас показываем в принципе в премьер-лиге и зачем мы собрались здесь изначально с Игорем Витальевичем то мы и получается получили мы хотели выиграть хотели везде и в кубке и в чемпионате выступить хорошо поначалу это не удавалось но вот один из тех моментов наверно самый я думаю приятный и потом все равно это карьера пройдет у нас у всех у нашей команды и будет будут хорошие воспоминания и плюс с воспоминаниями что ты выиграл что-то за карьеру да это пока что не рпл но хотя бы в нл тоже не многим удается победить еще если бы кубок тогда выиграли было вообще шикарно я-то знал всех ребят мы с ними играли чертанова и мы играли примерно также мы сейчас играем в пл только тогда мы играли во второй лиге сначала и потом ФНЛ и также играли в такой же футбол примерно и там ну вот ФНЛ было наверное тяжелее все равно потому что ФНЛ и много матчей и так далее но во второй лиге мы там всех разорвали можно сказать вот уже потом с Виталичем и так играли в атаку красиво интересно и плюс игроки которые пришли ну я всех понятно знал и я сразу всем сказал кто здесь был в команде что блин приходят сильные ребята и ну сто процентов это у нас все получится в любом случае главное довериться было Виталичу что мы все сделали и ну как бы было две команды грубо говоря пришла одна чертановская команда и остальные ребята кто были здесь вот но все приняли Виталича его требования и сплотили коллектив стали единым целым и из из-за этого пошел такой результат это матч с кубка да да кстати дофига болельщиков было сколько было народу на стадионе 20 было точно да финал кубка супер крутые эмоции перед кубком я думал короче что если мы выиграем заплачу короче от счастья ну типа вот ну может быть возможно не всегда это мог не заплакать но думаю да ладно а такой если проиграем ну ничего страшного локомотив наверно ну вдруг там будет сильнее и в итоге получилось что мы проиграли к сожалению ну локомотив наказал нас чуть-чуть был сильнее хотя мы конечно мы не согласиться с этим наша команда но да это спорт надо принимать и победы и поражения немножко всплакнулись ребята было на тот момент грустно но за я быстро отошел потому что ну понимал что чуть-чуть где-то нам наверно чего-то не хватило но не первый и не последний наш финал всех вместе ну я рад был конечно и там родители когда звонят говорят вау расширенный список круто понимал что это расширенный список что тяжело будет попасть конечно же но очень обрадовался такие причем в первый момент когда мы это узнали мы кушали ужин ну мы дома сидели короче кушали с камилой и я такой тип не написал там с найка написали с найка и мы поздравляем то сюда я такой охренеть чё ну а я вообще офигел вот этот момент я офигел но потом конечно я понял что расширенный список все еще могут вызвать могут не вызвать в итоге не вызвали но блин море положительных эмоций и еще больше работы вот так и напишут показывать результат и когда ты этот вызов придет не пришел сейчас придет я надеюсь попозже чуть-чуть я жду я жду этот вызов не но надо работать еще больше работать причем еще последний а ну да ну че тоже через спрашиваю блин сотый матч закрыли на самом деле так долго как будто длилось то все он у горшка уже 70 матчей блин за один сезон как будто 500 матчей сыграл но прикольно 100 матчей закрыли это круто я надеюсь что ну еще многим ребятам удастся тоже покорить эту цифру но мне очень приятно находиться в клубе сыграть столько мальчей еще побольше голов было было почти супер но спасибо клубу спасибо голенщикам что выбрали меня и поддерживают постоянно я попал грубо говоря в премьер-лигу на топ уровень если можно так сказать через крылья для меня это первая ступень такая была основная клуб меня захотел да в какое-то время тренер клуб приняли к себе и здесь были мои шаги все премьер-лиги основные грубо говоря здесь стал как игрок показал себя и это для меня ценно я люблю крылья по-любому вот как-то так спасибо большое болельщикам что поддерживаете меня и нашу команду мы это очень ценим мы сами переживаем как и вы поэтому поддерживайте наш клуб все всю нашу команду а мы будем радовать вас результатами не всегда это получается но мы будем очень стараться и отдаваться футболу на все 100 всем удачи болейте за крылья совета